здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж это красивое видео будут наполнять звуки цикад потому что у нас лето разгар у нас очень очень жарко давайте посмотрим что нам предлагают носить как это можно сочетать желтые платья желтые сарафаны я обращала на них внимание когда снимала стрит стайлы и сама обратила на них внимание желтый цвет в платьях смотрится потрясающе эффектно кстати достаточно редкий цвет для платьев если вам такое платье либо сарафан встретиться обязательно его примерьте возможно вы себе очень понравитесь все больше и больше льна чем выше температура на градуснике тем больше льна мы видим на витринах льняные рубашки всегда были популярны в италии интересным моментом в данном сезоне является тот что мы рубашки как правило все-таки завязываем не заправляем завязываем на узел часто не застегивая рубашку надевая топ на тонких бретелька в белевом стиле либо самую обычную майку майка чаще всего белая но может быть цветная и даже черная оранжевый цвет по-прежнему популярен очень красивый очень летний цвет и тоже достаточно редко встречается если он не в тренде как например в этом сезоне в этом сезоне оранжевых вещей очень много и на них тоже стоит обратить внимание потому что они очень эффектны интересным является также то что чем ближе жаркие дни как правило это конечно же июль и август тем шире становятся платья и тем короче они становятся на витринах мы увидим очень много трапециевидных широких платьев длина чуть выше колена такие платья как правило имеют длинный рукав либо рукав три четверти являются особенностью итальянского женского стиля именно летом и могу сказать что такие платья очень сложно сочетать они в принципе хорошо смотрятся только с обувью хотя бы на небольшом каблуке с плоским ходом они фигуру любую даже красивую и худую представляют невыгодном свете но тем не менее эти платья очень комфортные в жару эти платья в италии очень любят это белая юбка от louisa spagnoli попала в мой виш-лист это лист который я составляю точнее список который я составляю перед каждой распродажей как правило то что в итоге я покупаю очень сильно отличается но любом случае если вам интересно эта белая юбка мне очень понравилась и возможно я ее себе куплю полоска еще раз полоска всегда популярна в италии и когда мы выходим на летний сезон она активно присутствует и в мужском гардеробе также в этом сезоне все-таки в италии нам предлагают носить обувь очень и очень женственную можно сказать даже классическую посмотрите как много многослойности и подобная многослойность когда-то меня очень сильно удивляла мне казалось это не функционально и непрактично пока я не узнала что трикотаж в италии в летний сезон выпускается из хлопка либо даже из льняной нити мне кажется перед нами уже осенняя коллекция осенние витрины появились в этом сезоне рано как никогда практически все марки наряду с летней коллекции которые вот-вот отправятся на распродажу а в многих магазинах уже как раз таки продается со скидкой на так называемых закрытых распродажах очень многие марки предложили нам посмотреть и на то что же мы будем смотреть осенью по всей видимости осенью будет очень много тюля тюль традиционно очень любим фабиано филиппе маркой также маркой пизерико и твинсет это марки которые традиционно используют тюль именно в осенних коллекциях летом достаточно жарко в таком материале а осенью нам предлагают очень красиво совмещать и сочетать тюлевые юбки например с трикотажем это всегда была популярна в италии остается это тоже безусловно уже осенняя витрина хотя возможно я ошибаюсь вывески специально нет но мне почему-то кажется что и здесь мы видим уже осенний вариант посмотрите джинсы по-прежнему прямые джинсы классические слегка потертые нерванные талия сохраняется средняя посадка мне почему-то кажется что и здесь мы видим уже комплект который представлен и собран из вещей из осенней коллекции это из достаточно плотного материала белые брюки конечно же белые брюки куда без них они всегда в италии популярны очень любимы модницами и это тоже я думаю уже вариация на тему осени посмотрите сандалии рыбака детские сандалики теперь на небольшом каблуке носить традиционно максмар нам предлагает подобную обувь достаточно открытую с носком носок приспущен по ноге не распределяется а тоже несколько в детской манере в инфантильной манере спускается в этом сезоне максмара предложила нам вариацию на тему современных сандалий современной летней обуви и мне кажется это достаточно удачный вариант лично я задумывалась о покупке подобной обуви витрины марина ринальди традиционно радует буйством ярких красивых цветов для меня марина ринальди эта марка прежде всего ярких цветов уникальных и красивых и очень мне понравился этот комплект который было трудно заснять посмотреть это джинсы качестве пояса продет самый обычный шелковый по всей видимости платок белая футболка плюс кафтан возможно это даже платье рубашка не совсем понятно если застежка очень красиво в движении подобный образ будет смотреться шикарно при этом посмотрите он дополнен красивыми почти вечерними аксессуарами но при этом этот образ совершенно жизненный подходит для повседневных дел я очень люблю когда можно красиво одеваться и при этом чувствовать себя удобно в повседневной жизни мне почему-то показалось что и предыдущие образы от марина ринальди это тоже уже вариация на тему теплой осени помимо ярких цветов которые безусловно преобладают в коллекциях этого сезона очень много также черно-белых компоновок это здорово подобные вещи легко сочетаются здесь сложно ошибиться с права с пропорциями такие образы всегда будут красивы потому что они контрастные черно-белые вещи в нашем гардеробе подходят как и для повседневных дел так и для каких-то бизнес встреч поэтому такие вещи действительно легко вживаются в любой гардероб как правило присутствуют любом гардеробе максмара предлагает нам вариации на тему светлого верха и темного низа который кстати очень часто смотрится слишком официально лично я предпочитаю пропорции наоборот светлый низ виде светлых брюк либо белой юбки либо светлой юбки и как раз таки темный верх виде трикотажа либо пиджака черного цвета темно-синего либо темно-коричневого кстати темно-коричневый темно-синий цвет это тоже прекрасный цвет очень красивый но который к сожалению редко встречается в женском гардеробе очень красивые яркого цвета брюки в этом сезоне я как раз таки посвятила целое видео тому что для меня явилось открытием что яркие брюки смотрятся очень эффектно ярких брюк так получилось совершенно интуитивно в моем гардеробе очень много но это гардероб осенне-зимний и мне бы очень хотелось чтобы ярких брюк стало чуть больше в моем лично гардеробе если говорить о летней подборке брюк потому что яркие брюки это как я люблю говорить для себя это новый белый цвет потому что белые брюки но они в принципе друг на друга похожи и всегда будет казаться что ты в одних и тех же брюках ходишь будь они хлопковые льняные либо это белые джинсы а вот с яркими брюками можно составлять очень красивый ансамбль который всегда будет выглядеть совершенно по-разному к тому же яркие брюки очень красиво смотрятся с белыми хлопковыми блузами конечно же рубашками рубашки могут быть как хлопковые так и выполнены изо льна посмотрим немного на так называемой мною компоновки из вещей белого цвета существует мнение что если мы используем белые вещи они должны быть одинаково белые очень часто витринисты здесь в италии нарушают это правило не совсем непонятно кем установленная в италии в принципе хорошо смотрится и часто сочетаются в том числе профессионалами белые вещи совершенно разных оттенков конечно же разных фактур и здесь подобных ансамблях вообще очень важно чтобы фактуры были разные например хлопковые брюки белые и льняная белая рубашка при этом один цвет относительно другого может смотреться немного застиранным либо более кремовым повторюсь здесь в италии это никого не смущает белые комплекты очень красиво смотрятся удивительно но факт это тоже открытие для меня лично которое совершила после съемки съемки стрит стайл очень красиво смотрится с кожаными черными аксессуарами при этом кожа должна быть гладкая не замша кстати посмотрите как много поеток в этом сезоне есть и шорты и брюки и мини юбки и платья а это уже осенняя коллекция максмар ее не очень хорошо видно черные витрины вообще очень сложно снимать точнее вещи и витрины с черными вещами но вот пожалуйста будем иметь ввиду что по всей видимости приближающийся сезон будет достаточно темным по цвету текстильные сумки с цветочным принтом очень популярны очень по летнему смотрятся мне кажется они не будут из моды еще несколько сезонов текстильные сумки сами по себе и с цветочным принтом в целом это уже некая летняя классика поэтому если задумываетесь о легкой сумке недорогой сумки на лето то это может быть в том числе и текстильный вариант кстати я сама с удовольствием подобный ношу возвращаясь к 50 оттенком белого цвета хочу сказать что если все-таки вас смущает несовпадение белого цвета вашем ансамбле используйте такой простой трюк как ремень таким образом вы разделите два белых цвета ремень может быть как классического цвета черный коричневые но может быть также и яркого цвета и возможно смотреться будет в особенности по летнему вот кстати на ваших витринах пример такого образа где белый цвет не совпадает и также пример того как можно красиво два этих цвета разделить кстати крупные бусы желательно яркого цвета также могут снивелировать переход от одного белого к другому несмотря на то что не будут они находиться на границе двух белых вещей, тем не менее, они будут немножечко тенять цвет, немножечко привлекать внимание больше, чуть больше именно на себя, поэтому берите на заметку также крупные аксессуары яркого цвета, которые в особенности уместны и в особенности хорошо смотрятся именно летом. Хотелось бы отдельно сказать о блузах с открытыми плечами. С одной стороны, они не очень удобны в носке, я говорила, что резинка не держится на плечах и блузы постоянно теряют в своей красоте, потому что не сохраняется этот красивый вырез. Но этих блуз очень много, и если вам удастся найти блузу с не очень плотной резинкой, возможно, она будет сидеть так, как нам предлагают, это на манекенах. И таких блуз в этом сезоне очень много, они очень красиво смотрятся, заправленные, допустим, джинсы, либо брюки со средней посадкой, либо даже высокой. Обратите на них внимание, это блузы, которые смотрятся очень женственно, при помощи которых можно создавать потрясающе красивые комплекты с вашими любимыми джинсами, либо с вашими любимыми брюками. Все это будет смотреться несколько по-новому. Подобные блузы были популярны, но именно в этом сезоне они в особенности красивы. Они дополнены очень красивыми деталями в виде шнурков, в виде красивого рукава, который, как правило, тоже на резинке. Они, как правило, уже не белые, не голубые, не просто в полоску, а все-таки представлены и в различных тканях в виде шитья решилье, представлены также в очень красивом цветочном принте. Поэтому такие блузы на распродаже я бы примерила, как минимум, и посмотрела, как все это может вписываться в лично мой гардероб. Посмотрите, снова рубашка расстегнутая и приспущена. Вниз мы можем надевать, помимо упомянутой уже майки, либо топа на тонких бретелях в белевом стиле, мы можем также надеть вверх от нашего красивого купальника. И даже если купальник будет не совсем отчетливо видно, все равно это та деталь, которая внесет и цвет, и фактуру, ваш образ, в особенности, если купальник расшит пайетками, украшен вышивкой. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я надеюсь, что вы нашли для себя полезные идеи в этом видео. Мы с вами очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем желаю прекрасного настроения, отличного дня. Всем пока-пока.